Мы с вами подошли к 45-й главе книги Бытие. Мы подошли к высшей точке этой книги. Мы подошли к высшей точке всей этой истории. Это покаяние Иуды, преображение его характера. Он становится новым человеком. И откровение Иосифа. Иуда становится другим человеком, таким, которого они раньше не видели, искупителем. Иосиф же открывается как человек, которого они всегда знали, но никогда больше не надеялись увидеть. Бытие — это книга о том, что происходит, когда мы лжем. Что происходит, когда мы не понимаем нашу сущность. В Эдемском саду был змей. И он говорит Еве, что сказал вам Бог? Запретил ли вам Бог есть от всех деревьев в этом замечательном саду? Нет, говорит она, мы не можем есть только от одного этого дерева. А если мы вкусим от него, от дерева познания, то мы умрем. Змей говорит, вы не умрете. Подождите, но кто-то здесь лжет. Теперь вопрос. Кто же лжет? А кто говорит правду? Авраам говорит Авимелиху в 12 главе. Она сестра моя. Она не жена мне. Авраам говорит фараону в 20 главе. Может быть, я их перепутал. 12-е, 20-е, Авимелих и фараон. Но сами разберетесь, посмотрите. Он говорит, она сестра моя. Значит, кто-то лжет. Исаак также поступает с Ревекой. Яков говорит, я Исаф. Лаван посылает в шатер девушку. И Яков думает, что это Рахиль. Братья говорят своему отцу. Вот одежда нашего брата. Мы ее нашли. Она испачкана кровью. Его разорвал дикий зверь. Все лгут. Все лгут. К 45-й главе всплывает правда. Когда мы лжем, мы делаем две вещи. Во-первых, мы приступаем против Божьего владычества. Против Божьего владычества в творении. Ведь Бог творит историю. Все происходящее происходит, потому что история в руках Божьих. Если происходит одно, а мы говорим, что произошло другое, тем самым мы говорим, что я хочу быть творцом истории. Я хочу сотворить новую реальность. И обокрасть Бога. Я не хочу, чтобы Бог владычествовал. Я сам хочу владычествовать. Своей ложью мы приступаем против Божьей нравственности. Потому что Бог заповедует нам говорить правду. Значит, нам нужно научиться не лгать. Я сказал вам в начале наших беседок по книге Бытие, я привел вам великую цитату из Сложеницына, который сказал, чтобы когда-либо искупить человека, не страну, не нацию, а человека, индивидуума, чтобы искупить человека от тоталитарного режима, прежде всего, нужно научить этого человека не лгать. Нужно сделать так, чтобы он перестал лгать. Теперь открылась истина. Теперь они знают, кто такой Иосиф. И он полностью открылся им. 45 глава. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал, «Удалите от меня всех». И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим, «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой? Действительно ли он жив? Правду ли вы мне говорите?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. Представьте себе их шок. И сказал Иосиф братьям своим, «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал, «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда». Это прощение. Это прощение и восстановление. Прощение дано от Бога. Братья не заслуживают прощение. Запомните, невозможно простить того, кто прощение заслуживает. Прощение бывает только незаслуженным. Бог прощает нас. Мы что, заслуживаем прощение? Нет, нет, конечно. Если бы мы заслуживали прощение, оно бы не было прощением. Это было бы просто заслуженное понимание. «Не печальтесь, не жалейте о том, что вы продали меня сюда». Вы знаете, я бы на месте Иосифа их, конечно, не убил, но я бы, по крайней мере, заставил их почувствовать себя неловко. А он говорит, «Не печальтесь и не жалейте». Представьте себе, вот это и есть подобие Христа, потому что Бог послал меня пред вами для сохранения вашей жизни. Бог сделал это для того, чтобы всех нас сохранить. А может быть, и вы страдаете для того, чтобы кто-то через вас получил спасение. Может быть, Бог использует ваше страдание так же, как Он использует страдание Христа. Может быть, Бог через ваше страдание хочет кого-то спасти. Может быть, когда вы говорите, «Как мне не страдать?» Бог при этом говорит, «Я спасу другого человека через это страдание». Так смотрел на жизнь Иосиф. Так смотрит на жизнь Новый Завет. Но этот взгляд мы находим уже в глубине Ветхого Завета. В первой же книге Библии этот взгляд озвучен Иосифом в Бытии 45-я глава. Это духовный взгляд. Это понимание того, как действует Бог. Это совершенно Новый Заветный подход, который обнаруживаем мы еще на страницах книги Бытие. Седьмой стих. «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Знаете, если у нас никогда не будет бед, если не будет страдания, мы не будем знать, что Бог это Бог избавитель. В 67-м Псалме говорится о том, что Бог великого избавления. Если не страдать, если не будет бед, то и избавлять нас не отчего. Мы не узнаем, что Бог это Бог избавления. страдания, чтобы узнать, нам нужно страдания. Иосиф это понимал. А теперь смотрите, он понимает еще и владычество Божие. 8 стих. «Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону, чем занимается отец, он дает нам жизнь». Кто дал жизнь фараону? Иосиф. «Он поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне немедли, ты будешь жить в земле Гесем и будешь близ меня. 12 стих «И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Скажите отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели». И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал, и Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. «Дошел до дома фараонова слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его. И сказал фараон Иосифу, «Скажи братьям твоим, вот что сделаете, навьющий скот ваш и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего и семейство ваше, и придите ко мне. Я дам вам лучшее место в земле египетской». В 21 стихе братья Иосифа возвращаются домой. Они покидают Египет и идут в ханаанскую землю. Приходят в ханаан 26 стихе. И они говорят, «Иосиф еще жив, Иосиф сын твой жив, и теперь владычествует над всею землей египетскую». Что происходит, когда верующий человек теряет ребенка? Обычно это самое тяжелое, самое страшное событие в нашей жизни. Самая невыносимая боль это боль от потери ребенка. Более страшные боли нет. Яков потерял ребенка в свое время. И потом проходят годы и он слышит, что сын его жив. Он не умер, но жив в другой стране. Каждый верующий человек, теряющий ребенка, однажды умрет. И мы верующие люди, после смерти узнаем, что он наш ребенок не умер, а жив. Жив в другой стране. Именно такую новость слышит Яков. Новость это столь поразительна, что он не может в это поверить. Я представляю себе, как это было, потому что братьям пришлось признаться Якову в том, что они в свое время совершили, что они все время знали, что никакие дикие животные, дикие звери не разорвали Иосифа, что они сами продали Иосифа, потому что ненавидели его и хотели получить деньги. А теперь он спас их, потому что он любит их и на ненависть отвечает любовью. 26 стихе он не поверил им. А потом они показали ему дары, они показали все, что прислал Иосиф из Египта. И тогда дух его возродился, тогда он поверил. И сказал Израиль, довольность его для меня, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру. Все остальное в книге Бытие это уже после развязки. Это такое завершение. Оно не столь важно, как то, о чем мы с вами уже говорили. Осталось всего несколько деталей, всего несколько моментов. в Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok